Рекламировать здравницы и город-курорт. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков призвал руководителей предприятий санаторно-курортного комплекса больше внимания уделять популяризации Анапы на сайтах и в печатных СМИ. Ежегодно на Кубани принимают от 10 до 12 миллионов гостей. Для развития туриндустрии и совершенствования услуг в Анапе необходимо перенимать успешный опыт европейских стран и обмениваться эффективными методами работы. Для этого было создано некоммерческое партнерство. В Анапе успешно действует Анапская региональная курортная ассоциация «АРКА». Аналог только на краевом уровне «АТИК». Задача краевой ассоциации – развитие региональной туриндустрии и продвижение региональных программ. Самообъединение призвано объединить всех участников туризма, лечебной базы и гостиничные комплексы. Это некий буфер между законодательными, гостиничными органами и предпринимателями. Должны понимать правильно. Представители новой ассоциации назвали преимущество консолидации – продвижение информации об участниках на каждом сайте и на сайтах партнеров, помощь в подготовке и участии в международных выставках, онлайн-консультации по четырем направлениям – экономика, организации и планирование, отраслевой консалтинг и юридическая помощь с перспективой на дальнейшее развитие, поиск и применение новых технологий в работе. Все это призвано обеспечить ассоциация краевого уровня. Пропагандируя опыт Европы, представители АТИК и сами переняли лучшее. Создав организацию, европейцы входят в состав одной или нескольких ассоциаций и перешагивают сразу через несколько ступеней. У анапчан регистрация и условия сотрудничества в ассоциации вызвало много вопросов, в частности финансирование. Бюджет АТИК формируется за счет членских взносов – 30 тысяч рублей в год. Организаторы также рассчитывают на субсидии в рамках государственных программ и спонсорскую помощь. Наталья Пухальская, Алексей Мехортов, Анапа. Регион.